Здравствуйте, здравствуйте, дорогие преподаватели! Все, кто каким-то образом, ведь, надеюсь, самым прямым образом относится к сфере образования, все те, кто сейчас присоединился к нашему вебинару, я рада вас приветствовать на нашем вебинаре, посвященном новому учебному году. Меня зовут Потупчик Мария Александровна, я являюсь руководителем методического центра интерактивной рабочей тетради SkySmart, и сегодня хотела бы рассказать, какие нововведения мы провели на платформе, как лично мы подготавливались к новому учебному году, ответим на ваши вопросы. В этом мне помогут наши модераторы, а именно Иванилова Анна. Анну тоже многие знают по вебинарам, которые она проводит, и Анна также очень компетентно, обстоятельно объяснит, ответит на все ваши вопросы, поэтому не забывайте писать все ваши вопросы в комментариях. В комментарии находится чат справа, многие уже поприветствовали друг друга, написали откуда, кто еще не написал, кто только присоединился к нам, пожалуйста, в чате справа, там, где Анна будет отвечать на ваши вопросы. Также представьтесь, давайте сделаем нашу встречу максимально комфортной, будем общаться, отвечать на вопросы, задавать вопросы, обмениваться опытом. Я со своей стороны тоже поделюсь теми лайфхаками, интересными идеями, как же продуктивно начать новый учебный год. Итак, я тоже со своей стороны посмотрю, буду смотреть чат, и рада вас приветствовать. Вижу, что из совершенно разных городов, областей преподаватели присоединились. Здорово, что вы нашли время, чтобы присоединиться к нам. Итак, вижу, что и Баку есть, и город Оренбург, Челябинск, Саратовская область. Всем здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Я сейчас переключусь на режим демонстрации, презентации, но буду активно также на нашей платформе показывать те новые ОМК, методические комплекты, задания, которые появились на нашей платформе. И моя задача сегодня — рассказать такие вам, какие же новые вещи появились на нашей платформе. Расскажу про личный кабинет и преподавателя, и ученика, что мы можем с этим делать в преподавательской деятельности. Надеюсь, этот материал будет вам полезным. Итак, начнём. Напишите, пожалуйста, в комментариях, знаете ли вы про нашу интерактивную тетрадь. Сталкивались ли вы с нами, пользовались ли вы рабочими тетрадками либо Акционерного общества издательского дома просвещения, либо нашими собственными интерактивными тетрадями SkySmart на нашей цифровой площадке. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Хочется понять, либо у нас здесь преподаватели, которые только-только заинтересовались нашей платформой, либо уже пользовались и просто хотят быть в курсе наших изменений. Итак, а мы с вами приступим и как раз-таки обсудим, как же можно в новом учебном году использовать интерактивную рабочую тетрадь. Итак, вижу комментарии, что очень много преподавателей ставят плюсики, что пользовались весной. И действительно, конечно же, мы запустились весной, и наш продукт очень помог многим преподавателям пережить вот этот нестабильный мир пандемии весной. Мы создали новый продукт именно во время карантина, и хотела бы отметить, что изначально весь идея этого продукта была ориентирована на вас, дорогие преподаватели, так как мы являемся лидерами в сфере дистанционного образования, так как являемся частью онлайн-школы Skyeng, и, конечно же, мы знаем о самых новшествах и новведениях, и для этого нам хорошим таким базисом послужил e-book. Это электронная книга, который, проект, которого являлся прообразом интерактивной тетради, и также многие преподаватели английского знают про продукт SkyS. Напишите, пожалуйста, если у нас есть тут преподаватели английского, напишите, пожалуйста, пользовались ли вы SkyS цифровыми рабочими тетрадями по ОМК Spotlight и Сфера. Я хотела бы сказать, что в первую очередь наш продукт – это учитель, это преподаватель, это вы. Мы смотрели, общались, изучали опыт преподавателя на различных платформах, и те проблемы, с которыми сталкивается преподаватель, мы взяли за основу. Эти проблемы мы решали в первую очередь. И хотела бы немножко рассказать, дать такой ракурс на тот багаж знаний, который мы приобрели благодаря вам. Мы провели огромное количество интервью, пообщались со многими преподавателями и выявили сложности, которые мы решили впоследствии реализации нашей платформы. Это низкая компьютерная грамотность. Конечно же, преподаватели, зачастую работая в традиционном классе, не имеют возможности получить тот необходимый, такой уровень знаний, необходимый для предоставления высокого качества уроков в дистанционном формате. То есть наших знаний не хватает. Именно поэтому преподаватели во время карантина стали искать различные ресурсы, где бы можно было насвоить современные дистанционные платформы, площадки. И вижу, что некоторые пользовались СКС-продуктом. Спасибо. Дальше следующая сложность – это огромные изобилия ресурсов, на которые нет времени, не то что даже искать, нет времени регистрироваться, разбираться, как она устроена, потому что многие площадки действительно очень сложные, непонятные преподавателю. Ну и, соответственно, желания пользоваться ими тоже нет. Также главная сложность, с которой преподаватели столкнулись, это большое количество времени, которое тратилось на проверку домашнего задания. И пока вот я перечисляю различные проблемы, пожалуйста, напишите, а какая проблема лично для вас была самой сложной, неприятной во время дистанционного формата обучения? Да, наверное, уже надоело про это говорить, но говорить про это надо, потому что, несмотря на негативный опыт, мы с вами всё-таки приобрели достаточно большое количество знаний, которые мы можем реализовать уже в новом учебном году. И вот к какому выводу мы пришли. Мы провели большое количество исследований, мы проводили исследования по всем регионам Российской Федерации и выявили, что подавляющее большинство учителей устают от проверки домашнего задания. На это уходит очень много сил, много времени преподавателя и, конечно же, идёт не всегда на пользу рабочему времени. Приходится тратить на это больше времени, хотя мы могли бы использовать это намного лучше. Итак, читать фотографии работ. Вот, пишет Татьяна Галкина. Много времени на проверку домашних заданий. Да. И, конечно же, эту проблему мы решали в самую первую очередь. То есть мы создали платформу, на которой задания проверяются автоматически. Соответственно, преподаватель тратит намного меньше времени, минуты по сравнению с теми часами, которые отводились на проверку, выгрузку. Я не знаю, у меня были случаи, когда приходилось просто распознавать, что же там прислали ученики. Поэтому, конечно же, сейчас вспоминаешь немножко даже со смехом, как приходилось выворачиваться, но всё-таки неприятный опыт есть неприятный. И, конечно же, преподаватели, которые стали искать, где же взять необходимые ОМК, сталкивались с большой проблемой, что нет необходимых учебников. Мы с вами так или иначе имеем любимые учебники, учебники, которые нам нравятся, но, тем не менее, всегда привязаны к определенным ОМК, которые рекомендованы, которые соответствуют федеральному государственно-образовательному стандарту. И поэтому сложность поиска необходимых учебников и нужного предмета также вызывала затруднения. Поэтому именно эту проблему мы включили во вторую волну доработок. И, конечно же, эта часть доработок уже перешла на летний период, когда преподаватели уже стали уходить в отпуска, и проблема не была такой актуальной. Поэтому я бы хотела сказать, что эту проблему мы тоже решили. Мы добавили уже 15 предметов. Мы закрыли всю среднюю и старшую школу. У нас также остались материалы начальной школы. И наше сотрудничество с издательским домом, акционерным обществом, издательский дом просвещения продолжается, чтобы вы могли использовать те ОМК, которым привыкли работать в традиционном классе. Ну и, конечно же, мы занялись массовой оцифровкой новых заданий у ОМК, потому что самым частым запросом после того, как добавить мой предмет и мой класс, это дать разнообразие заданий, чтобы преподаватель мог создавать задания на свое усмотрение и проверять знания детей только на нашей платформе. Вижу еще вашу обратную связь. Давайте тоже послушаем. Елена, главная проблема – приходилось разрабатывать свои задания, потому что к готовым заданиям в интернете мгновенно появляются ответы. К сожалению, к заданиям в вашей тетради тоже были ответы. Да, про это я тоже поговорю, потому что вы должны понимать, что самый частый запрос учеников в интернете относительно любого предмета – это ГДЗ. Создатели ГДЗ, производители учебников и различных комплектов ГДЗ просто хлопали в ладоши, когда начался дистанционный формат обучения, потому что все было, можно сказать, к ногам учеников, огромное изобилие материалов, которые ученик мог использовать в своих целях. Единственная хорошая новость – это то, что все-таки ученики предпринимали действия, хотя бы читали, искали это все, но мы выявили также эту проблему, и забегая вперед, хотела сказать, что, конечно же, мы ее тоже решили. Технические сложности – это те сложности со стороны ученика, о которых заявляли также нам преподаватели. Конечно, мы должны понимать, вот мы организовали учебный процесс, но то, что находится со стороны ученика, чаще всего вне зоны нашей нашей компетенции, контроля, мы ничего не можем с этим делать. А именно, если, а чаще всего так и бывало, если у ученика нет возможности, у него нет компьютера, и, конечно, как он будет выполнять задания на какой-либо платформе. Именно поэтому решением на нашей платформе стала возможность выполнения заданий в мобильной версии, потому как, когда в семье из трех-четырех человек один компьютер на всю семью, телефон все-таки является более такой индивидуальной вещью, и у ученика чаще всего есть мобильный телефон, нежели свой компьютер. Именно эту техническую сложность мы также реализовали. Итак, на текущий момент у нас представлены предметы, это 15 предметов с пятого по одиннадцатый класс, но также я для тех, кто из начальной школы, говорю, что у нас есть задания и для начальной школы, также в доступе, и, конечно же, все задания вы можете использовать и создавать свои уникальные задания, используя весь спектр различных рабочих тетрадей. Также очень положительная обратная связь была от преподавателей при подготовке к ЕГЭ-ОГЭ. Мы создали тренажеры для подготовки к экзаменам по математику и русскому языку. Мы сохраним эту традицию и расширим на другие предметы. И, конечно же, сейчас, так как ОГЭ-ЕГЭ еще не так актуально, а для нас это ВПР. Скажите, пожалуйста, проводите ли вы тестирование в своих школах, в своих классах по своему предмету? Будете ли вы это делать в ближайшее время? И если будете, то как вы будете это реализовывать? Поделитесь, пожалуйста, обратной связью. Также пишет Татьяна, в ваших тетрадях не совпадали баллы, обучающихся с баллами учителя. Да, конечно же, создавая платформу за короткий период, невозможно сразу же создать идеальный продукт. На создание лучших платформ уходят года, но мы всегда слушаем обратную связь с преподавателем и реализовываем все в соответствии с вашими ожиданиями. Это было так, к примеру, когда в вашем личном кабинете появлялась статистика по всем ученикам. Сейчас вы видите эту статистику по классам. Есть возможность всех разделять по классам. Это очень удобно. Итак, Ольга уже написала, что в ближайшее время в сентябре ВПР по истории 6, 7, 8 класс Светлана. Входные тесты провести нужно уже сейчас. Конечно, проводим ежегодно. Да, это важная часть, которая позволяет диагностировать уровень знаний учеников. И, конечно же, нужно тоже уметь организовывать этот процесс грамотно. На нашей платформе, я позже покажу, это тоже можно использовать для подготовки к ВПР. также все остается по-старому. Вы можете использоваться нашей платформой без регистрации. Не нужна дополнительная установка, приложение, согласование со школой и так далее. Все на ваше усмотрение. Вы можете использоваться как без регистрации, так и с регистрацией. Скажу, что для преподавателей, которые уже пользуются с нашей тетрадью, при заходе на нашу платформу вы будете уведомлены, что у нас обновлены договор офферты и пользовательское соглашение, которое вы можете прочитать. Его нужно будет отметить галочкой, и платформа вас поздравляет с возвращением, и вы возвращаетесь в свой личный кабинет. Вот таким образом. Я хотела бы дальше продолжить и рассказать еще про тех нововведения, которые мы реализовали в ходе создания платформы. Как вы знаете, что не нужно фотографировать и сканировать выполненные вашими учениками задания. Они все проверяются автоматически, и вы видите результаты по разным классам, по разным предметам в вашем личном кабинете. Помимо этого, вы будете видеть статистику по ученикам, общую статистику по классу, и будете отслеживать, когда ученики только приступили к заданиям, только открыли задание, кто закончил задание, и таким образом видеть общий балл по классу. Это очень здорово позволяет в принципе понимать, насколько тема усвоена. Также хотела сказать, что наш сервис интегрирован с крупнейшими электронными дневниками. То есть прямо в вашем электронном дневнике, к примеру, Элжур, Сетевой город, Дневник.ру и многие другие электронные дневники. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким электронным дневником вы пользуетесь в своей школе, и вы можете прямо напрямую из вашего электронного дневника переходить на нашу платформу и пользоваться заданиями. Это очень удобно, и эта интеграция, конечно же, поможет вам использовать две разные платформы вместе. Так, дневник.ру вижу. Так, Анастасия пишет, благодарю за возможность подготовить детей к ВПР, уже подготовила варианты. Здорово. Да, также я расскажу про систему антифрод. Для ВПР это тоже актуально. Вижу Элжур, Дневник.ру, БАРС. Конечно же, платформы разные, и работая с разными регионами, я узнаю о дневниках электронных, о которых я вообще раньше не слышала, как, например, вот в Пермском крае у нас есть система ЭПОС, школа. Соответственно, интеграция с электронными дневниками занимает время, но, конечно же, мы будем продолжать интеграцию и добавлять новые электронные дневники. Надеюсь, это поможет вам оптимизировать свою работу. Итак, конечно же, мы учли то, что во время карантина многие платформы не выдержали нагрузку, платформы просто перестали работать, и ученики, и учителя стали заложниками, невозможности работать на этой платформе, соответственно, мы не упадем, наш сайт будет устойчив при высокой посещаемости, и вы можете создавать сколь угодно много заданий, и как можно больше учеников выполняет ваши задания в реальном времени. Это будет все реализовано. Итак, теперь поговорю про антифрод. Как я уже говорила, что самая любимая вещь учеников антифрод, но мы видим, что ученики хитрят, ученики заглядывают в код различных сайтов, выложивают правильный ответ, копируют, вставляют. Самый незамысловатый вариант, это, конечно же, найти ГДЗ, скопировать и вставить правильный вариант, и самый такой хитрый в кавычках, это просто сфотографировать работу своего одноклассника и сделать так же. Поэтому мы увидели этот запрос, мы его обработали, и у нас есть специальный отдел, который занимается созданием защиты от списывания всех заданий на нашей платформе. Это называется антифрод. Наша защита работает таким образом. Во-первых, конечно же, ученик не может скопировать, списать с ГДЗ. Дальше наша платформа отслеживает. Если на платформе задание списывается, мы его заменяем новыми. Также при создании задания ученикам вашего класса будут приходить разные варианты. То есть при выполнении будут различные задания одной и той же темы. эта вариативность помогает защитить вас от копирования одноклассников одинаковых работ. Напишите, пожалуйста, сталкивались ли вы с антифродом на других платформах. Насколько я знаю, не каждая платформа занимается этим, потому что также хотят, чтобы ученики любили платформу, но для нас принципиально важно, чтобы учитель мог объективно оценивать, максимально объективно оценивать результаты своих учеников. Ну и, конечно же, после того, как мы внедрили эту систему, запрос ГДЗ SkySmart просто выросла, потому что ученики не понимают, как же обойти систему, как же это сделать. поэтому мы и дальше будем развивать эту систему. Она будет развиваться таким образом, что будут создаваться, генерироваться как можно больше вариантов, и, соответственно, при создании одного и того же задания по теме все ученики будут получать разные варианты заданий. Это здорово, и, конечно же, будет помогать вам оценивать результаты учеников более объективно. Так, нет, не сталкивались, да, согласна. У нас также будет проходить вебинар, посвященный системе антифрод, на которой мы рассматриваем опыт зарубежных стран, потому как у них очень развито дистанционное образование, особенно высшее образование, где студенты выполняют экзамены, даже без участия экзаменатора по компьютеру, и система прокторинга, система антифрода у них очень развита, потому что только таким образом они могут организовывать вот такую дистанционную проверку знаний студентов. Про это тоже, конечно, можно много рассказать, но у нас это не так развито, поэтому мы являемся такими, так сказать, новаторами в этой сфере, и, конечно же, этим гордимся. помимо антифрода на нашей платформе мы реализуем в ближайшее время систему виртуального помощника. Что значит виртуальный помощник? Это не тот человек виртуальный, который, как обычно, на сайтах обращается вам чем-нибудь помочь и выполняет все ваши просьбы, нет. Функция виртуального помощника это направить правильного ученика и мотивировать его заниматься, то есть взять вот этот функционал учителя, когда мы направляем ученика в нужное русло, мотивируем его разобраться в теме и, конечно же, поощряем, то есть вот эта визуальная мотивация ученика, она тоже очень важная, и когда ученик дает хороший результат, виртуальный помощник будет его хвалить, говорить, какой он молодец, и мотивировать дальше продвигаться, улучшать свои результаты. Это очень важно, потому что мы с вами понимаем, что мотивация очень важна, и в режиме дистанционного обучения не только функция контроля, но и мотивация должна быть реализована. Спасибо большое за комментарии, а теперь хотела бы рассказать вам про автопроверку письменных заданий. Скажите, пожалуйста, часто ли вы проверяете письменные работы ваших учеников? Думаю, что часто. Напишите, сколько времени занимает в среднем проверка письменных работ. Поделитесь своим опытом, и я пока расскажу о том, что мы в ближайшее время планируем развивать и внедрить. Мы заметили, что, конечно же, с одной стороны, интерактивные рабочие тетради и автоматическая проверка это здорово, но мы учли опыт преподавателей которые чаще всего сталкиваются с письменными заданиями и проверяют огромное количество письменных тетрадей. Именно поэтому прямо сейчас мы собираем тетради по различным предметам различных классов, различных почерков, различных учеников и автоматизируем проверку письменных заданий. То есть, тем самым мы планируем создать сервис на нашей платформе, которое позволит автоматически проверять не только интерактивные, но и письменные задания, это, конечно, кажется немножко футуристично, невозможно, потому вот если бы мне сказали, что такое будет возможно, когда я ходила с огромными стопками тетрадей в школе, когда работала учителем английского, я бы не поверил, потому что кажется, это невозможно, но действительно это возможно. Уже сейчас существует много сервисов автопроверки, но они все узко специализированы либо по какому-то одному предмету, либо они работают не очень корректно. Мы работаем самыми лучшими сервисами сканирования, распознавания почерков, и, конечно же, в идеале мы создадим сервис, когда ученик фотографирует свою работу, отправляет ее на платформу, и, внимание, именно платформа проверяет ее, высвечивает правильные и неправильные ответы, и говорит финальный результат. Преподаватель же не проверяет, а просто сверяет, соответствует ли поставлена оценка верной, да, то есть насколько это соответствует вашим личным, вашей системе, да, вашим грейдом. Да, вижу, что Наталья написала, это будет очень круто, да, это здорово, и мы делимся с вами действительно теми передовыми наработками, которые собираемся реализовывать. Итак, это многие-многие преподаватели, которые также говорят о том, как же использовать на своей платформе, на своих учебных заведениях различные наши задания интерактивные, и многие преподаватели давали положительную обратную связь, писали нам в техподдержку слова благодарности, это всегда очень приятно, да, когда пишут не только, а почему то, а почему это, когда выражают действительно признательность. В этом плане преподаватели это очень благодарная публика, поэтому мы всегда очень рады вашему опыту. Итак, преподаватели получают доступ к всем ресурсам школы, нашей платформы, и я хотела бы сейчас показать, какие задания у нас появились на платформе. Во-первых, хотела бы показать интерфейс, мы его обновили, сделали более приятным на вид, более понятным, ничего лишнего, и, конечно же, здесь вы видите, что во многих предметах добавилось ВПР. Итак, я сначала показываю вам функционал в режиме «не зарегистрировано учителя», потому как у меня там есть свои уже созданные задания, и те, кто еще не зарегистрировался, также смогут зарегистрироваться позже. Итак, здесь вы видите статистику всех предметов, которые у нас есть, когда вы нажимаете на сам предмет, вы видите класс и видите те материалы, которые предложены. Как я сказала, у нас в начальной школе также сохранены материалы для начальной школы, многие преподаватели из начальной школы просили оставить их, для них задания, и, конечно же, средняя и старшая школа также имеют доступ к ОМК, Акционерного общества, издательства просвещения, к примеру, рабочая тетрадь по математике пятый класс, ОМК, Мерзлика. После этого вы нажимаете к выбору упражнений, кто уже пользовался, им это все понятно и доступно, слева вы будете видеть темы, на текущий момент мы добавляем те четверти, которые идут в первую очередь, но темы будут добавляться и, соответственно, вы будете видеть по различным темам все списки заданий. Например, вы можете нажимать предпросмотр, смотреть, насколько это задание вам подходит, а также, если будете видеть ошибку, не забывайте сообщать об ошибке в задании, мы их оперативно поправляем. Дальше у нас появилась функция срок сдачи, время на решение и показывать ответы. Как этим пользоваться, сейчас расскажу. Срок сдачи вы можете осуществлять функцию контроля и тем самым задавать тайминг, дедлайн сдачи, это может быть день, два, это может быть следующее занятие, к примеру, если следующее занятие у вас в понедельник, 7 сентября, то до понедельника ученики должны сделать задание и также время. То время, которое вы выбираете, оно, соответственно, будет актуальным и если ученик до этого времени не сдал вам, не отправил свою работу, то его результат сохранится до того времени, которое вы указали при создании задания. Итак, также важным нововведением является время на решение, это 45 минут, 90 минут и 3 часа. Конечно же, мы можем еще более ограничивать время, но все равно для комфортного выполнения 45 минут это достаточное время, не очень маленькое, чтобы ученик в комфортном ему темпе выполнял задание. Также можно поставить галочку рядом с функцией «Не показывать ответы», и вот эта функция очень удобна, когда вы делаете, создаете задание на проверку и вы не хотите, чтобы ученик видел правильные ответы, когда он делает ошибку несколько раз. Смотрим на ваши комментарии. Данный вебинар еще можно будет обязательно послушать, да, и, конечно же, после окончания все под текущей ссылкой будет вам доступно. Я же хотела сказать, что вы также выбираете задание, вы можете выбрать сразу все задания и нажимаете кнопку «Создать задание», когда выбрали срок сдачи, время и время на решение задания. Кнопка «Создать задание» остается также голубой. Напоминаю, что все преподаватели, чьи ученики выполнили 100 заданий, даже если по одной ссылке, они получают в самом вашем личном кабинете сертификат «Эксперт дистанционного обучения» от онлайн школы SkySmart и издательского дома просвещения. Также вы можете посмотреть, как отправить задание, там будет детальная инструкция и на этом заострять внимание не буду. Единственное, хочу сказать, что в левом углу вы будете видеть, сколько у вас заданий до получения сертификата. После того, как вы создали задание, у вас высвечивается ссылочка, которую вы копируете. Еще раз напоминаю, что ссылочку вы можете отправлять как в ваш электронный журнал, так и в ваш социальной сети, где вы общаетесь с учениками, либо это мессенджеры, чаще всего мы общаемся с учениками в мессенджере, потому что это очень быстро и оперативно можно с ними связываться, создавать группы в WhatsApp, в Viber и во многих других мессенджерах. Итак, напишите, пожалуйста, куда же вы отправляете ссылки своим ученикам на задание? Хотелось бы знать, где продолжаются коммуникации в новом учебном году с вашими учениками. Итак, напишите, пожалуйста. У кого-то уже есть сертификат. Да, конечно, хотела бы также сказать, что мы продолжим различные образовательные обучающие вебинары на нашей платформе. на стартовой странице вы сможете также узнать о всех наших вебинарах и, конечно же, преподаватели, которые у нас зарегистрированы, вам приходят на почту письма с анонсами наших вебинаров, с приглашениями и в конце вебинара текущего я хотела бы сделать маленький опрос по поводу тех тем, которые вам интересны и актуальны, потому как у нас уже сформированы интересные темы для вас. Единственное, хотелось бы понимать, какие темы вы хотели бы изучить в первую очередь, что является самым актуальным на текущий момент в новом учебном году. Про это тоже хочется узнать. На электронную почту получили сертификат. Отлично. Итак, общаетесь вы с учениками электронный журнал Элфжур в Ватсапе, в Вайбер, дневник.ру. Итак, Ольга нам такую интересную информацию говорит, что в школе есть у каждого класса свои чаты и ответственные за отправку ссылок. Здорово, когда есть такой ответственный. Давайте лайфхаки тоже брать себе на вооружение, назначать в классах ответственного за отправку ссылок. Это здорово. Очень удобно держать связь со всеми через одного ученика. Я с вами согласна. И, конечно же, здорово, когда вы даёте такую возможность разным ученикам. Я тоже люблю делегировать некоторые свои полномочия, потому что ученики с радостью воспринимают себя, их авторитет повышается, они чувствуют ваше доверие и, соответственно, не хотят вас подвести. Я люблю такую ответственность не на одного человека сваливать, а менять. То есть, к примеру, в первую четверть или неделю ответственный один, потом второй, и они подхватывают эту эстафетную палочку и, соответственно, имеют все опыт ответственности за информирование всего класса. Здорово. Итак, также общаются в группе ВКонтакте. Я знаю, что многие преподаватели любят ВКонтакте, потому что там действительно очень много материалов. Сама часто, не найдя некоторых учебников, искала их как раз-таки в ВКонтакте и находила успешно. И, соответственно, мы с вами можем общаться в различных местах. Единственное, что задание просто, достаточно просто, не нужно ничего прикреплять, просто отправлять ссылку. Итак, хотела также сказать, что вот именно здесь на стартовой странице после описания того, как создавать задания, как они проверяются и как они не списываются, есть информация по поводу также сертификатов цифровой грамотности и про наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем, они будут пополняться, и про наши бесплатные вебинары, на которые вы можете записаться. То есть, к примеру, если вы пропустили письмо, то также на стартовой странице вы можете записаться. Также у нас будут курсы повышения квалификации и различные вебинары, как методические, и психологические, и, конечно же, более детальные относительно экзаменов, ВПР, олимпиад и прочих-прочих вещей. Также я, конечно же, хотела сказать вам всем более-менее понятен и известен функционал учителя, хотела бы показать функционал ученика. У ученика тоже очень интересный функционал. У ученика появились различные уроки. Покажите, напишите, пожалуйста, в комментариях, выполняли ли ваши ученики самостоятельно задания, уроки на нашей платформе. Я хотела бы узнать, был ли такой опыт. То есть на текущий момент ученик может не только выполнять задания по ссылке, которые пришли от учителя, но и сам тренироваться выбирать задания самостоятельно. К примеру, готовиться к ОГ или ЕГ. на тренажере получать регулярные задания для отработки знаний. Но также хотела рассказать про уроки, которые не задают в школе, не проходят в школе. Это так называемый внешкольный контент, который мы также развиваем. Чем отличаются эти уроки? Эти уроки в интересном формате, в интерактивном формате для учеников и по тем темам, которые интересны. здесь цель, конечно же, мотивация ученика. Наша главная цель в школе это научить ученика учиться. И, соответственно, если мы будем дополнительно к основным предметам, к основным темам, которые соответствуют нашему федеральному стандарту, будем добавлять интересные задания, которые соответствуют интересам наших учеников, мы будем делать траекторию обучения более разнообразной, более интересной и будем влиять тем самым на заинтересованность, вовлеченность ученика в учебный процесс. Хочу с вами поделиться обратной связью. Мы регулярно получаем сообщения от учеников по этим темам. Почему? Потому что эти задания практически мы хотим научить практическим навыкам ученика, которые он может уже использовать прямо сейчас. К примеру, как разработать мобильную игру. Это из сферы IT. Те, кто любят рисовать, могут пройти практический урок и научиться что-то рисовать. Также из сферы музыки, школа жизни, помочь ученику понять, кем он хочет быть, когда вырастет. Своего рода профориентация. Эти задания у нас будут пополняться. Смотрите, уже их сколько много. Первым мы, конечно, создали уроки по Майнкрафт. Интересные задания, где ученик выступает с какой-то миссией. Конечно же, эти уроки стали самыми популярными. Напишите, пожалуйста, кто из учеников из ваших уже проходил эти задания и хотели бы вы ученикам посоветовать рассказать про такие задания. Я думаю, что если вы расскажете про них, обязательно ваши ученики восхитятся, какие же преподаватели продвинуты стали после карантина в новом учебном году могут задавать такие интересные задания. Итак, выхожу из ученического профиля и возвращаюсь в профиль учителя. Давайте все-таки сделаем акцент на учителя и поговорим, как же в традиционном формате мы можем использовать нашу платформу. я бы хотела в первую очередь узнать ваш опыт, поделитесь пожалуйста, как вы планируете в новом учебном году при текущем состоянии дел, при том формате, который сейчас, как вы планируете использовать нашу интерактивную рабочую тетрадь. Итак, с удовольствием расскажем, спасибо вам большое. Я уверена, что если даже чередовать или, к примеру, сопроводить какую-то контрольную интересным заданием по Майнкрафт или по ТикТок, о котором вы явно слышали на переменках, впечатление общее будет положительно. Итак, я хотела бы теперь поговорить про методическую часть, про эти задания, как вы можете использовать в новом учебном году. Но, пожалуйста, поделитесь, как вы планируете использовать сами. Напишите обязательно в комментариях. Я бы хотела сказать, что интерактивная рабочая тетрадь это не только сервис для того, чтобы задать домашнее задание, но и также это ресурс, который вы можете использовать на уроке. Как вы можете использовать на уроке? Я уверена, что у многих есть смарт-доска, которую вы включаете к своему компьютеру, либо у вас есть свой компьютер, рабочий компьютер или компьютер, которым вы пользуетесь, и этого уже достаточно для того, чтобы внедрить современные технологии в ваш традиционный класс. Это можно сделать очень просто, потому как у всех ваших учеников скорее всего есть телефоны. Чаще всего мы просим телефоны убрать, выключить, но ученики так к ним и тянутся, поэтому оптимальным вариантом использования нашей платформы на уроке является, когда вы создаете задание прямо на уроке, формируете ссылку и отправляете ее в чат в общий, а ученики выполняют задание прямо на своих телефонах. Это помогает во время урока во-первых индивидуально работать с каждым учеником, потому что вы будете видеть, где кто какие ошибки допустил, и вы можете корректировать урок в соответствии с результатами ваших учеников. То есть, к примеру, создавать задание по любому предмету и смотреть, где есть проблемные зоны. Соответственно, вы будете видеть те ошибки, на которые стоит обратить внимание. Вы можете их продемонстрировать, показать прямо на доске, либо просто пройтись по ним, обсудить эти проблемные моменты, разобрать на обычной доске, и, конечно же, это будет способствовать индивидуальной траектории обучения, которую вы формируете вместе со своими учениками. И, конечно же, наша интерактивная тетрадь позволяет реализовывать вот этот дифференцированный подход к ученику. Вижу ваши комментарии, спасибо огромное. И еще одним сценарием использования нашей платформы в классе, помимо интеграции нашей платформы смарт-доски, это работа фронтально, это работа в мини-группах, это работа у доски. То есть, к примеру, вы создаете задание, ученики делают индивидуально, кого-то вы вызываете к доске, кто-то выполняет задание у доски, ученики выполняют индивидуально, либо смотрят на доску, и тем самым сравнивают свои результаты. Это тоже очень удобно. Также мы заметили, что использование гаджета на компьютере во время урока помогает и мотивирует ученика. Дети любят гаджеты, с этим никто не поспорит, поэтому, конечно же, стоит учесть это в новом учебном году и использовать уже гаджеты во благо, в правильном русле, наталкивая своих учеников, направляя их в нужное русло. Интерактивная тетрадь позволяет работать с контентом как индивидуально, так и в группе. Вот примеры, которые можно рассмотреть. Например, по уроке, урок по литературе есть типы заданий, к примеру, задание кроссворд, или собери, так, в шестом классе я видела задание с кроссвордом, давайте посмотрим, вот предпросмотр задания с кроссвордом, и здесь можно дать данные задания разным группам и устроить соревнования, кто быстрее и правильнее сделает предложенные задания. Дома, к примеру, вы также можете задать, создать задания подобные этому по аналогии и потом обменяться в классе этими вариантами. Это очень здорово, и дети любят различные пазлы, кроссворды выполнять. Дальше. По английскому языку, к примеру, есть задания на аудирование. Давайте посмотрим. Возьмем, к примеру, Spotlight. А лучше покажу вам наше задание. Это подготовка к ВПР. У нас есть так, у нас есть аудирование, задания в том числе. Нажимаем Listening, предпросмотр и поиск правильного ответа в группе. К примеру, вы прямо в режиме реального времени даете прослушать ученикам, ученики и ученики выбирают правильный ответ. Это можно сделать индивидуально, в парах, в группах, различные форматы работы и, конечно же, это очень здорово. Задания на чтение. Также есть Reading. Смотрите, задания на Reading. Установите соответствие между текстами. Например, групповое чтение по ролям. Тоже интересный вариант. И, к примеру, на чтение, деление на синтакмы для отработки умений по чтению и экзаменационным стратегиям. По математике тоже интересные варианты заданий. Возьмём, к примеру, седьмой класс. Подготовка к ВПР. Самое актуальное сейчас, например, задачи на доказательство тождеств, неравенств. К примеру, какая группа предложит самые оптимальные доказательства и в сжатые сроки. В заданиях по химии тоже есть интересные варианты. Если у нас есть преподаватели по химии, давайте посмотрим. Есть задания на соотнесение и заполнение пропусков. Вот, к примеру, соотнесение видим. И заполнение пропусков также очень часто. Здесь эти задания можно предлагать в мини-группах во время лабораторных или практических работ в качестве командного домашнего задания. Очень здорово. По географии. Давайте посмотрим, что же у нас в географии. Возьмём по старший класс. рабочую тетрадь просвещения. На этот раз часто предлагается составить краткий рассказ о том, как меняется облик Земли, к примеру, в седьмом классе на протяжении геологической истории. Можно давать групповые задания и устраивать командную защиту или публичные чтения. Ученики очень любят организовать такие задания. Также можно разделить класс на группы. Например, группа писателей, группа иллюстраторов. Таким образом, мы работаем над формированием умения работать в команде, делегировать, соблюдать дедлайны, развиваем эмпатию и софт-скиллы, не только хард-скиллы, которые чаще всего мы развиваем в рамках учебного плана. Заданий действительно очень много. Я надеюсь, что вы сами убедились, как много различных предметов и у МК добавились, но это не все, они будут добавляться постепенно, постоянно, но я думаю, что никто не поспорит, что на текущий момент количество заданий увеличилось намного, в сравнении с тем, что изначально мы могли предложить нашим дорогим преподавателям. И, конечно же, перечислить все задания очень сложно, предметы разные, разный подход и разные ОМК. Поэтому я призываю каждого преподавателя изучить свой предмет на нашей платформе доскональней, писать обратную связь, конечно же, смотреть разные ОМК и пробовать не только задавать задания из того ОМК, который вы проходите, но и миксовать с другими ОМК, для того, чтобы ученики не были привязаны к одинаковым заданиям и могли видеть разные миксовки, разные подходы и интерпретации заданий. Я призываю использовать всю статистику, которая вам доступна в личном кабинете, для того, чтобы выстраивать индивидуальную траекторию образовательную для учеников. И хотела бы сказать, что одно и то же задание на платформе можно использовать для реализации различных целей вашего урока в разных сценариях вашего урока в зависимости от ваших целей. Это очень важно. Конечно же, стоит потратить время, но я уверяю, что в дальнейшем эта информация будет полезна, и вы будете много быстрее внедрять современные технологии, этот цифровой сервис, ваши уроки. Например, вы создаете задание по аудированию для английского языка для знакомства, просто знакомства учеников с таким типом заданий. Пусть это будет урок знакомства. Вот вам один из типов урока. Но к данному заданию можно вернуться, к примеру, спустя месяц отследить улучшения, посмотреть, как на этот раз ученики справились, и насколько быстрее и качественнее дети стали справляться с такими заданиями. Например, задания на составление различных рассказов, кроссвордах можно использовать как по прямому назначению, как я уже сказала, а можно также использовать для организации аналитических уроков, например, искать ошибки, корректировать готовые работы и учить вносить улучшения, видоизменять свои работы. Также хотела бы сказать, что сейчас современный тренд в образовании — это индивидуальная образовательная траектория. Вы про это слышали, и, конечно же, в тех условиях, в какие мы чаще всего находимся, очень сложно реализовывать такую траекторию обучения. однако давайте пытаться искать новые способы реализовывать этот подход. И мы должны понимать, что это предельно гибкий инструмент, который нам дан. Наша интерактивная тетрадь позволяет создавать вот эту индивидуальную траекторию обучения. И, конечно же, мы говорим общее. конечно же, у каждого предмета есть свои нюансы, и про них стоит отдельный вебинар проводить, но и в целом я могу сказать, что именно маршрутная вот такая система индивидуального обучения, она позволяет реализовывать личностно ориентированный подход относительно применительно к нашим ученикам. Это помогает мотивировать одаренных детей, детей, у которых имеют потенциал развиваться, но и также помогает подтягивать тех учеников, которые имеют сложности, которые имеют трудности, да, особенно это касается учеников, имеющие определенные сложности в обучении. И также мы будем проводить вебинар, который посвящен как же работать на платформе с детками с ОВЗ. И хотела бы также рассказать, что мы совершенствуемся и выражаем огромную благодарность преподавателям. И хотела бы узнать у вас, какие еще вопросы относительно нашей платформы у вас есть, я обязательно на них отвечу. Сейчас просмотрю чат. Много вопросов по использованию интерактивной тетради в рабочее время. Итак, так, вижу, что Ольга использует интерактивную тетрадь в начале урока, в конце урока для закрепления. Отлично. Не только задают домашнее задание. Планируете ли вы добавлять ОМК Мартковича? Можно, во-первых, напоминаю, порекомендовать нам ваш ОМК, нет моего учебника, напишите нам, да, вот прям показываю, как это делать. Здесь вы пишете добавить ОМК Мартковича по такому-то предмету, такие-то классы и вашу электронную почту. Как только он появится, мы вам обязательно сообщим. Итак, идея хорошая, мобильная версия, но, к сожалению, не во всех классах возможно. Да, я согласна. Конечно, сейчас все больше учеников используют телефоны, мы не можем говорить, что все используют мобильные устройства, однако процент учеников, которые имеют доступ к мобильному устройству, в разы количество таких учеников больше, нежели личный персональный компьютер. И, конечно же, можно использовать и ваш классный кабинет по информатике, где есть доступ к компьютерам. Конечно же, здесь все зависит от доступности этого кабинета и также от руководства школы. однако у нас также мы работаем активно со школами и преподаватели обращаются к директорам, говорят, что мы хотим использоваться интерактивно-рабочей стра SkySmart в наших классах и, конечно же, мы учитываем все ваши пожелания и тогда директора напрямую связываются и мы заключаем договора на использование неограниченное нашей платформой. Итак, Анастасия делится, что обязательно будет использовать на уроке в будущее. Сейчас режим работы не позволяет. Задание надо. Отличный вариант. Вижу. Итак, дальше. Как работать с контурной картой по истории. Обязательно изучите FIQ помощник как пользоваться. У нас есть техподдержка, которая также вам поможет ответить на все вопросы. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вам дадут ссылочки, вам расскажут как куда обратиться, где прочитать, если вы не знаете как пользоваться платформой. То есть у нас есть материалы с подробнейшим описанием. Итак, Наталья. Я говорила про выполнение заданий на уроках. Родители не разрешают детям брать телефон в школу или у них нет совсем. Да, это действительно является проблемой, поэтому я думаю, что в режиме демонстрации тоже, если у вас есть электронная доска, вы можете в режиме демонстрации показывать ученикам, и ученики поднимают руку, к примеру, при индивидуальном опросе, либо разбиваются на пары, либо выполняют задания в тетрадях, то есть это все упрощает вашу работу, вам не нужно будет делать миллион копий, создавать задания, искать их, это все равно экономия, конечно же, вашего времени. Итак, вижу, что действительно многие преподаватели дают положительную обратную связь, что облегчается работа, и также преподаватели делятся, что задают повторно задания для закрепления, и отлично, спасибо вам. Так, возможность давать задания на дом на вашей платформе, отлично, спасибо, вижу, летние тетради хорошие, охватывают и темы нужные, подбор заданий достаточно, буду использовать, спасибо большое, Лидия. Будут ли задания по учебнику Разумовской, обязательно напишите, какого ОМК вам не хватает, потому как мы обязательно обрабатываем и ставим в порядок добавление различной ОМК в зависимости от ваших запросов, то есть мы обязательно слушаем преподавателей в первую очередь, потому как именно вы эксперты, мы эксперты в цифровой грамотности, да, а вы эксперты в образовательной среде, ваш опыт для нас не оценим. Итак, вижу, вижу огромное количество обратной положительной связи, удобно, что можно использовать тему из других учебников, и вижу, что в принципе вам очень полезны эти материалы. Итак, я бы хотела подвести итог, сказать вам огромное спасибо за сегодняшнюю встречу, также вас приглашаю на наши другие вебинары, которые будут посвящены различным темам, и сейчас под нашим видео прошу вас перейти по ссылке, и также попрошу Анну отправить ссылку в чат на опрос. В этом опросе нужно будет просто оценить от одного до пяти те темы, которые вы бы хотели изучить, то есть поставить единичку, двойку или тройку, если эта тема вам неинтересна, либо четвёрку и пятёрку, если вы хотели бы посетить вебинар по этой теме. Напишите, пожалуйста, ответьте на наши вопросы. Итак, спасибо большое за обратную связь, спасибо за ваше спасибо, я надеюсь, ваш новый учебный год начался положительно, ждём от Анны ссылку на опросник, также опросник есть под этим видео, итак, Анна прислала ссылочку, переходите, пожалуйста, по этой ссылке и ответьте на несколько вопросов, это буквально займёт две минутки вашего времени. Первый вопрос, интересна ли вам тема по дистанционному обучению, хотели бы вы знать, какие платформы ещё есть, какие инструменты есть в дистанционном формате. Вторая тема это методики преподавания, хотели бы услышать от наших методистов по самым передовым методикам, которые внедряются не только в России, но и во всём мире. И дальше, следующая тема, создание материалов к урокам, хотели бы вы стать профи и создавать самостоятельное задание, интерактивное задание, это и презентация, и различные формы, тесты, к примеру, те же самые видео, почему бы нет, и также тема по антифроду, я про неё уже говорила, хотели бы вы услышать опыт создания защиты от списывания во всём мире, интересны ли вам темы в рамках цикла повышения профессиональной компетенции, это не только методика, это, конечно же, и психологический аспект, какие сферы нам нужно с вами улучшить для того, чтобы стать компетентным специалистом, также тема, как работать с трудными детьми, с детьми с особенностями развития, и как же применять к ним вот все эти передовые методики и работать на нашей платформе с такими детками, и, конечно же, также, что бы вы ещё хотели видеть на наших вебинарах, потому что мы стараемся в первую очередь для преподавателей, и ваше мнение для нас очень важное, напишите пожалуйста плюсики, если вам удалось заполнить эту форму, вижу огромное количество спасибо, я вас тоже очень благодарю, я желаю вам успехов в новом учебном году, берегите своё здоровье, экономьте своё время, в том числе на проверку домашнего задания, выстраивайте персональную траекторию обучения, дальше растите свои компетенции, становитесь профи, не забывайте тот опыт, накопленный во время карантина, и создайте новую обновлённую образовательную среду в ваших классах, потому как конечно же и для учеников это вызов, а вызов это путь к развитию, спасибо вам огромное за сегодняшний вебинар, я желаю вам успехов, спасибо за то, что заполнили обратную связь, форму, и давайте до новых встреч, присоединяйтесь к нашим вебинарам, и спасибо, до свидания. субтитры